Все, запись идет, а то и правда, я забыла включить запись. Итак, еще раз онлайн-практикум, где деньги и где клиенты. Этот вопрос волнует многих старательных, особенно предпринимателей, экспертов, и я такая же в том числе, и почему у меня вообще тема эта возникла, потому что я сегодня, в частности, поделюсь своим опытом, как я вообще к этому пришла, к тем знаниям и к тем инструментам, которыми я сейчас работаю. Представлюсь для тех, кто меня не знает, и тем временем, пожалуйста, подумайте, потому что я вас попрошу написать мне в чате ваши вообще запросы, да, вот что вас заинтересовало и почему вы вообще решили в этот онлайн-практикум присоединиться. Итак, меня зовут Наталья Сафронова, я бизнес-психолог, энерготерапевт. С 2013 года я в бизнес-консультировании уже 11 лет, как обучаю бизнес-команды предпринимателей разным инструментам, которые помогают достигать целей бизнеса. И, как правило, цели бизнеса – это продажи клиенты, деньги, прибыль и так далее. И вот бизнес-команды, предприниматели заказывают разное обучение, заказывают обучение технологиям, инструментам, и я провожу тренинги по продажам, по переговорам, по сервису. Все то, что, по сути, приводит бизнес к повышению продаж, к повышению клиентского потока. Но я заметила, и предприниматели также замечали, что да, после тренинга бывает какой-то всплеск небольшой, но в целом очень сложно людям применять те инструменты, которые нужно применять. Ну, например, элементарный ответ на возражение. Казалось бы, это уже избитая тема. Если тебе клиент возражает, просто согласись с ним. Есть такой инструмент. Но даже на этом шаге можно вообще обнаружить очень много блоков внутренних. Людям трудно согласиться с тем, что им отказали. Люди обижаются, когда им отказали. Людям страшно, что им откажут снова, и они больше не могут пойти к следующему клиенту. Ну и так далее. А мы с этими отказами тоже, по сути, встречаемся каждый раз. Когда, например, мы делаем презентацию продукта, ее не покупают. Это, в общем-то, тот же самый отказ. Мы, например, создаем продукт, но клиент нас не выбирает. Когда нас не выбрали, тот же самый отказ. И многим достаточно болезненно вообще вот с этим иметь дело. А это всего лишь один пунктик в продажах и переговорах. То, что, по сути, мы каждый день делаем для того, чтобы у нас были продажи и были клиенты. Так вот, вот все это время я анализировала и замечала опыт своих заказчиков, мой личный опыт, почему же действия есть, инструментами я владею, знания есть, как нужно делать. Но почему-то этих продаж, как будто бы их не так много или нет совсем у некоторых. До этого времени я 8 лет была руководителем в найме. В целом, за это время, ну, за это время, я имею в виду с 2013 года, 20 тысяч часов практики. Реально, я очень востребованный бизнес-тренер, который, ну, у меня, знаете, вот если есть 31 день в месяц, то из них рабочих у меня было 29. Ну, вот когда я вела бизнес-тренинги. Очень востребованный в разных компаниях и в разных организациях я работала. В последние 4 года я все больше и больше работаю в формате индивидуальной терапии, индивидуальной психотерапии, так и скажу. Изучила множество инструментов того, как вообще у нас, почему у нас есть инструменты, но нет результата, да, и все дело вообще-то глубже в нашей психологии. И так я и стала бизнес-психологом. По сути, я объединяю знания инструментов бизнеса, бизнес-инструментов и психологии. И вот на этом сочетании, да, еще я больше ухожу в энергетические процессы, потому что именно там у нас первичные процессы, все строятся на уровне энергии. Энергию мы свою создаем мышлением, эмоциями, своим состоянием. И вот из этого у нас строятся все наши потом реальные дальнейшие действия и результаты, соответственно. Так вот, напишите, пожалуйста, в чате, что вас заинтересовало и какие бы свои вопросы вы хотели решить на этом практикуме. Это не просто такой, знаете, формальный момент. Это для того, чтобы мы с вами были ближе, и я бы свой рассказ больше ориентировала на те вопросы, которые интересуют вас, чтобы у нас была максимальная польза для тех, кто присутствует онлайн. Потому что рассказывать можно много всего и разного, но хотелось бы ответить конкретно на ваши запросы и ваши, разобрать ситуации. Кроме того, сделаю, пока вы пишете, сделаю такой анонс. Ориентировочно наше занятие будет длиться два часа. И во второй части занятия, даже я бы сказала так, в третий, третий нашего занятия, я буду делать разборы. Прямо вот вы можете задать мне вопрос, включить микрофон, задать вопрос, объяснить свою ситуацию. И эту ситуацию я разберу здесь в режиме реального времени. Что конкретно у вас, где ваш такой неосознанный блок, который вам перекрывает клиентский поток. Так, вопросики. Боюсь, боюсь, клиентов мало. Обижаюсь на них, что не выбирают мои ценности. Да, хороший вопрос. Хороший вопрос. И вот здесь вот боюсь. А, бьюсь, бьюсь. А, бьюсь, бьюсь. Клиентов мало. Бьюсь, бьюсь – это, я так понимаю, делаю много действий. Много действий делаю. И в этих действиях, конечно же, скорее всего, стараюсь очень. Стараюсь, стараюсь. Почему обидно-то? Скорее всего, есть какое-то чувство несправедливости. Что делаю много, стараюсь. А клиентов мало. То есть вот оно, да, они меня не выбирают, они отказывают, как будто бы, да, тем, что не выбирают ваш продукт. И рождается обида. Здесь могу что сказать? Что когда обида у нас есть, на кого бы то ни было, на клиентов, там, я не знаю, если взять другие какие-то отношения, да, то есть обида на любого другого человека – это признак того, что мы в детской позиции находимся. В детской позиции, что почему? Потому что ответственность до конца на себя не принимаем, да? Вот, поэтому здесь как будто бы, да, странно, вы не можете сказать, как, я же ведь делаю действия, вроде беру ответственность и так далее. Но есть какое-то место, где ответственности не хватает. Спасибо за ваш вопрос. И хотелось бы еще послушать, посмотреть, кто что хочет для себя разобрать. Ну, начну дальше презентацию. Посмотрим. Если есть там у кого-то желание написать, то пишите, пожалуйста, в чат. Смотрите, главная проблема бизнеса, главная проблема предпринимателей, экспертов туда же, и в целом даже руководители, которые работают в найме, но при этом они работают, как будто, знаете, свою идею развивают, да, не просто человек-наемник, которому вообще фиолетово чего там происходит, но те, которые тоже включены, скажем так, в эту бизнес-идею и развивают как свою. Вот эти все люди в этих ролях, да, вот в основном отмечают, какие проблемы. Своего опыта многолетнего, консультаций, я уже могу просто сказать точно, да, что люди переживают о том, что у них нехватка клиентов, нехватка денег в бизнесе, страх конкуренции сильный, или даже если они его отмечают как не сильный, то все равно из-за этого тревожатся, тревога есть от того, что есть конкуренты. Переживание о том, что продукт не покупают, хотя он вроде бы и хороший, и протестированный, но почему-то не покупают. Проблема в том же, в том числе, что не могу ставить те цены, которые бы мне хотелось, да, то есть если по вышеперечисленным пунктам результат не получается получать, да, то предприниматели идут по пути снижения цен. То есть если думают, что я пониже цены поставлю, то скорее всего у меня будут покупать, но это причина вообще в другом. Причина вообще в другом. И не получается расти и идти в масштаб. То есть хотелось бы масштабировать свой проект, но не получается. Вот это основные проблемы, которые я замечаю, волнующие предприниматели и экспертов. И на это есть достаточно типовые решения. И я также состою в бизнес-сообществе, и по сути каждый раз на встречах я слышу одни и те же типовые решения. Приходят в основном все участники этого сообщества с одним вопросом. Мне нужны клиенты. Может быть, кто-то из вас тоже в каком-то бизнес-сообществе состоит, да. И вот мне нужны клиенты, и как правило есть типовые решения. Покажи свой блог. Ой, здесь в блоге у тебя ничего не понятно. Пожалуйста, там делай какие-нибудь актуальные. Рилсы снимай, блоги вообще проявляйся побольше. Кто-то, может быть, поумнее подскажет, давай личный бренд развивай. Ну что у тебя там? Ни медийности, ни популярности. Ну где ты? Вот тебя не видно, поэтому у тебя и клиентов нет. Смысл непонятный, который ты транслируешь у себя в блоге. Кто-то скажет, ну так ты же рекламу не закупаешь. Да, вот Лена пишет, так и есть. Вот ты рекламу не закупаешь, трафик не закупаешь, откуда у тебя клиенты будут? Я вам так скажу, что вот эти все рекомендации, они очень нужные рекомендации. Но это скорее шаг второй. А первый шаг просто не очевиден для многих. И первый шаг многие не понимают, как делать. То же самое и я, как бизнес-тренер. Я приходила в компанию, они говорят, вот у нас нет продаж. Я говорю, о, так ваших надо экспертов продажам научить. И там тренинг по продажам двухдневный или еще какой-нибудь там с сопровождением и так далее. Но я просто смотрела, например, я даю тренинг по продажам, там допустим, не знаю, шесть шагов продаж, семь, у меня даже есть 14 шагов продаж, аж такой тренинг даже я вела. Я просто смотрю в практиках, вот человек, как отвечал, не уверенно на возражения, допустим, даже в игровом упражнении. Я смотрела на него и думала, а что будет, если он с реальным клиентом встретится? Я просто сама, как тренер, веду этот тренинг и сама же понимаю, что людям это не поможет, понимаете? То есть первоначально нужно посмотреть на кое-что другое. Вот об этом другом я и хочу сегодня поделиться с вами. Но сначала расскажу вам о своей истории. Ее, может быть, вообще мало кто знает даже. Пять лет назад, это 2019 год был, я захотела запустить онлайн-школу для руководителей. К тому моменту у меня было уже очень много экспертного контента, я была востребованным бизнес-тренером для руководителей по управленческим программам в том числе. И я подумала, ну, пора, наверное, мне сделать что-то свое, свой проект создать и так далее. И я решила подойти серьезно к этому процессу. Я подумала, так, ну, я не очень-то знаю, как там все сделать в онлайне, как это все организовать. Мне нужны помощники, мне нужна команда. И я наняла команду. У меня не было тогда своих собственных средств, и я взяла эти средства в кредит. Я взяла кредит, я наняла команду. Мы с ними встретились изначально, я объяснила, что я хочу. Они мне назначили стоимость под ключ. Я взяла под ключ самый дорогой тариф, потому что я хотела сделать все очень хорошо, чтобы все процессы делались с профессионалами. И, соответственно, они для меня сделали какие нужные сайты. Тогда мы делали, это еще была таргетинговая реклама в Инстаграм и во Вконтакте. Мы собирали три бесплатных вебинара, которые была воронка в продаже через запуск, через бесплатный вебинар. Набралась примерно тысяча людей, там я сейчас, если точно, где-то 850 примерно людей в базу клиентскую. То есть вот через вот эти все рекламные итерации собралась вот такая вот база. Я считаю, что это не маленькая база, а 850 человек. И ввелся мой блог, там посты писались, я не помню, сторис тогда были или нет, по-моему, даже сторис еще не было, писались посты, делались вот эти вот таргетинговые рекламы, и собирались три было вебинара бесплатных. Полгода шла работа, и за эти полгода не было ни одной продажи. Ни одной продажи вообще. Причем уроки я записала у профессионального оператора. Там был профессиональный монтаж с наложением презентаций. Все это было не в Телеграм-канале, как сейчас я делаю свои марафоны, как будто бы, знаете, так вот все намного проще. Я там все это упаковала в специальное... Как это назвать? Ну, сервис, где онлайн-уроки-то смотрят, да, вот эти для онлайн-школ. Это был не год-курс другой, но тем не менее, это было вот так все сделано. Официально, серьезно и так далее. Но продаж не было ни одной, понимаете? Вообще ни одной продажи не было. Сказать, что я тогда чувствовала, наверное, вам трудно это передать, но это было такое разочарование. Это было разочарование. Это была невероятная обида на этих ребят, которых я наняла. Это была такая большая претензия, вот такущая претензия, что ой, я столько работала, мне казалось все так несправедливо вообще. И давайте так вот просто разберем из предыдущего слайда, да. Веди блог, блог вела. Причем системно, профессионально. Очень хороший был копирайтер с хорошими текстами. Если кому-то интересно, можете отмотать там мой инстаграм, там эти все тексты есть до сих пор. Проявляйся. Все, что позволяли соцсети делать, в тот год я делала. Личный бренд. Ну, личный бренд, мне тогда казалось, что я известный достаточно человек. Правда, эта известность была только в нашем городе, а хотела я на масштабы России вообще выходить, да, то есть из других городов России привлекать людей в свою школу. Смыслы были упакованы, да, то есть профессиональные маркетологи поспрашивали меня, проводили интервью. Кстати, YouTube-канал мы еще запускали, там тоже есть мои интервью того запуска. Инвестируй в проект. Окей, нет своих денег, хорошо. Я тогда подумала, ну, я же предпринимателем хочу стать, надо брать деньги, надо закупить, значит, инвестируй в проект и купить себе команду профессионалов. И на рекламу я выделяла бюджет. Вот, то есть по этим пунктам я сделала все, понимаете как? И, наверное, многие из вас тоже это делают. Но история моя, она, вот, как говорится, ну, реального факта из истории своей жизни не выключишь, да. Вот это было, и это был мой опыт. Это был очень болезненный опыт, ну, честно вам скажу. Это было, ну, очень много переживаний. И я долго анализировала, да, что же я делала вообще не так, что я делала не так. И я ходила тогда и сама к терапевтам, к экспертам, к разным консультантам, да, и я просто анализировала, что я делала не так. Ну, трудно вообще сказать. Знаю материал, я эксперт, опыт огромный. Вера в свой продукт, ну, тут, кстати, да, веры было не очень много. Сейчас объясню, почему. Веры тогда еще не было. Итак, я поняла, что в меня заложили много хороших качеств. Давайте, кстати, у кого откликается, да, кто из вас тоже из хороших девочек, ну, или мальчиков, кто смотрит, да, мужчины тоже регистрировались на мой онлайн-практикум. Смотрите, быть хорошей девочкой, это, по сути, быть такой вот в интересах других действовать. Да, вот есть, вижу, что плюсуете, это я. Спасибо, что поддерживаете, потому что, действительно, многие мы с вами родом, ну, из детства, так скажем, кого, собственно, воспитывали из парадигмы быть хорошей. Быть хорошей, быть правильной, нравиться другим, угождать другим, быть скромной, не отсвечивать и стоять в сторонке, помалкивать лишний раз. Вот мне это все объяснялось и при этом объяснялось же взрослыми из моей семьи, так скажем, все вместе понемножечку, объясняли же они искренне, искренне верили, что они делают, как бы воспитывают хорошего человека для общества, понимаете? Но вот за этим всем есть одна проблема. Если кто-то еще себя также находит, да, то в целом это люди достаточно удобные для других, но в этом есть одна проблема. За этими всеми качествами нас с вами не научили быть собой, понимаете? Нас с вами не научили иметь что-то такое вот внутри себя, свою опору, на которую бы мы могли опираться в жизни. Почему? Потому что быть хорошими и удобными для других это прежде всего думать о других, но не думать о себе. Но здесь одна есть фишечка, да, когда вот мы работаем в найме, может кто-то здесь из вас есть, родом из найма, да, у кого была такая тоже этап в жизни. Когда мы работаем в найме, то быть хорошим в найме для других, вот эти вот перечень хороших качеств, так скажем, он работает скорее всего на плюс. На плюс для организации, но все равно на минус себе, потому что мы постоянно себя отдаем этой организации, да. Я иногда думаю вот так, думаю, надо же люди, вот я когда-то тоже настолько самоотверженно помогают другому человеку зарабатывать деньги. Настолько самоотверженно, настолько в ущерб себе это делают. И я была такой же, я была такой же. Но когда мы становимся в тапке предпринимателя, и становимся сами себе источником дохода, да, сами себе простраиваемый источник дохода, то смотрите, из пространства люди должны прийти на вашу ценность. То есть люди летят на вас, как на мед. Но если вы внутри дырка от бублика, то никто ничего к вам вообще не прилетит. Вот. И я поняла, что долгий путь вообще осознания был, болезненный, долгий, со слезами, с какой-то, вы знаете, вот здесь комок в горле прям стоял. Вот такие, такие переживания. И достаточно непросто было вообще взять и развернуть ответственность на себя. Мне до последнего казалось, что вообще-то тело не во мне. вот. И через некоторое время моих поисков я поняла, в чем дело. И это решение, оно вообще доступно каждому, да. Вот если у кого-то из вас есть тоже такой опыт, что вы стараетесь, бьюсь, бьюсь, делаю много, а вот этих клиентов так их и нет. И это все обидно. То в целом решение есть и у вас в том числе. И оно доступно в потенциале каждому, но имеют его не все. И в то же самое время это очень ключевое решение и вообще ключевое, я бы сказала, энергетическое состояние внутри себя, без которого очень сложно вообще получить результат из любого инструмента, который мы изучаем и осваиваем. Как если бы мы, смотрите, представьте, внутренний круг, средний круг и внешний круг, да, если бы сейчас я вам там три круга нарисовала на флипчарте, да, то вот смотрите, что делать, это внешний круг, это как будто бы самая вообще верхушечка айсберга. Что делать? Вести блог, проявляться, закупать рекламу, это верхушечка айсберга. Внутри это как делать, да, вот если я решаю, например, вести блог, что делать, как вести блог, да, и это там масса сегодня экспертов, которые нам предлагают системные подходы к ведению блога, да, это будет вопрос, ответ на вопрос, как. А вот внутри самая сердцевинка, это по сути наше внутреннее состояние, это та я, которая есть, я, которая состоит из определенных вообще там программ, алгоритмов, убеждений, эмоций, состояний и так далее. И вот задача рассмотреть, что там внутри этого я, потому что взять в наше время, понимаете, нет дефицитов в том, что делать и как делать, в этом нет дефицита, ну правда, сегодня даже можно из бесплатных источников на ютюбе это все взять на самом деле, а если хочется там что-то более структурированное, тогда очень много экспертов, которых правда на рынке вот просто бери, выбирай и там иди к любому, но я даже обучалась примерно в тот же самый год, девятнадцатый, я купила у Маргариты Балининой, я покупала системные продажи в инстаграм, и я прошла просто все по ее шагам, и мне там дали обратную связь, что я очень дисциплинированный участник, что у меня там отчет вообще идеальный, понимаете, я все это умею делать дисциплинированно идеально, но продаж как не было, так и нет, понимаете, это означает, что и как не первично, это важно, но это не первично, только на этом результат не построить, результат мы строим на другом, это вот та сердцевинка, которая есть, и эта сердцевинка не что иное, как ваше мнение, я вам могу рассказать, что в моей истории, например, у меня по, ну у всех нас есть папа и мама, да, и мы все от них так или иначе берем мировоззрение, вот моя мама это человек, у которого свое мнение может быть и есть, но она постоянно в сомнениях, то есть она всегда в сомнениях, она всегда в неуверенности, и у нее как будто бы, вот знаете, шаг вперед, два назад, вот такое у нее, да, и это было во мне тоже, в том числе, мамины алгоритмы мнения, я же ведь каждый день наблюдала то, как она имеет мнение, а мой папа, это человек, папа и его мама, да, с кругами, очень понятно, это знаешь, Лена, из книги, из книги «Мистико-лидерство», книжка такая есть, «Мистико-лидерство», я вам потом в чате сброшу фотографию, она у меня есть, это очень, очень такая глубокая, проникновенная книжка вот с такими вот глубинными идеями вообще, вот, мой папа, да, папа и его мама, моя бабушка, это два человека, у которых, знаете, мнение, вот проще переубедить холодильник, чем их, вот честно скажу, они люди с таким мощным мнением, что если есть их мнение, то других мнений не существует просто, и вот я ребенок своего папы, и внучка своей бабушки с одной стороны, да, которые, вот если их мнение есть, то мое мнение, мнение сестры, мы с ней вместе это как-то анализировали, просто не существует, просто понимаете, в детстве еще мнение снесено напрочь, просто напрочь, у кого-то вот мама такая, да, то есть смотрите, когда мы еще будучи детьми получили опыт, что на нашей стороне, на стороне нашего мнения взрослые не стояли, мама не стояла на стороне моего мнения, потому что она очень такая мама сомневающаяся, а папа не стоял на моей стороне, потому что он только на стороне своего мнения стоял, да, и с одной стороны, вроде бы к этому есть такой потенциал, уметь стоять на своей стороне, Но у меня не было опыта, чтобы мои родители стояли на моей стороне. Понимаете как? И может быть у кого-то из вас тоже есть. И когда мы не имеем этого опыта поддержки взрослых, то мы в своем мнении очень сильно не уверены. Вот сегодня на встрече в бизнес-сообществе я познакомилась с одной девушкой. Она эксперт в бьюти-сфере. И она открыла свой салон. И вопрос такой задает, почему ко мне мастера не идут никак? Я вот ее слушала и я ее спросила, а в твоем детстве на твоей стороне родители стояли? Она говорит, никто не стоял, ни папа и ни мама. И поэтому смотрите, она создала свой салон как будто бы своего ребенка энергетически. Но она не стоит на стороне своего ребенка, своего проекта. Ну там разные еще, я вижу, подоплеки, что там внутри. Но в целом, что вот она создала проект, но так как она не верит в свое мнение, потому что оно не подкреплено, у нее этот проект как будто бы она отдельно, он отдельно. В нем жизни нет. Причем показывает блог, там все идеально. Знаете, она спрашивает, ну что я в блоге делаю не так? Да в блоге вообще, я не знаю, я не особо-то такой как бы бьюти-потребитель этой сферы, да? Но мне все понятно и так, что там есть, какие услуги, все красиво, все вообще по теме. Если бы я интересовалась, я бы вникла, да? Но у нее энергетически этот блог не цепляет. Почему? Потому что когда мы не стоим на стороне своего бизнес-проекта, как когда-то на нашей стороне не стояли родители, то мы это обесцениваем. То есть это получается просто дырка от бублика. То есть энергетически этот проект ничего не несет. Вот нет этой творческой, понимаете, жизни в нем. Поэтому когда я задумала свою вот эту онлайн-школу, то я не стояла на своей стороне, понимаете, я была и где-то неуверенной, да, и там сомневалась, и сама себя обесценивала, и где-то я не верила. Но там еще у меня дополнительно есть страх людей был в тот момент, да, очень сильный. Опять же, да, страх людей. Почему? Если придут люди в мой проект, то это же угроза моему мнению, понимаете как? Вот, то есть если у нас проблемка вот с этой частью, да, внутренней сердцевинкой, мое мнение, то у нас и как, и что не работает. То есть решать вопрос, обычно люди ищут решение извне-внутрь. Ну, это тоже вариант, да, если бы я тут опыт не получила, я бы, наверное, настолько не осознала, с чем мне надо на самом деле работать. Вот, извне-внутрь окей, мы тогда можем понять, осознать свои блоки в этой сердцевинке. Но решение для результата вообще нужно шагать изнутри-внутрь, да, то есть потом в обратную сторону надо пройти путь. И смотрите, у экспертов и предпринимателей, и у руководителей, те, которые стоят именно на уровне таком партнерском, я имею в виду вот этот уровень руководителей, именно мнение лежит в основе всего. Бизнес-идея – это мнение. Да, вот, допустим, человек задумал, а что, если мне такую-то идею реализовывать? Это не что иное, как мнение, которое нужно иметь внутри смелость нести людям, иметь внутри смелость об этом рассказывать людям. Продукт, идея продукта. Ну, например, если человек занимается, допустим, дизайном, да, вот это дизайн, видение мое, да, мое как дизайнера. Это мой продукт, это не что иное, как мое мнение, которое я выдаю как продукт. Например, стилист, стилист, который подбирает одежду. Это не что иное, как и мнение, это видение стилиста, его субъективное мнение, что этому человеку подойдет, что ему подобрать, как это сочетать. Да, он может опираться в свое мнение на какие-то экспертные вещи, но, тем не менее, в основе лежит мнение. Концепция бизнеса, да, там, предприятие, например, там, атмосфера кафе какого-то, это не что иное, как мнение в этой концепции заложено, да, какие блюда здесь подают, какие не подают, сколько оно стоит, что здесь можно, а чего нельзя. Это все мнение основателя этого бизнеса. Личный бренд. Тоже такая тема, достаточно популярная сегодня, и многие хотели бы этот сильный личный бренд. Но здорово, надо и статьи писать, и проявляться, и выступать, и блог вести. Это все надо делать. Но это немножечко следующий шаг. Первично укрепить себя в своем мнении. Экспертная позиция. Экспертная позиция – это тоже мнение человека, понимаете? То есть, если я, как эксперт, вот, кстати, хочу здесь отдельно юристов отметить. Не то, что здесь, а в принципе, да, вот юридическое образование, и чем хорош вообще юрист? Юридическое образование, вот у них пятилетнее высшее образование, в том числе, это мега-тренажер по сильному мнению. Потому что если в судебное заседание придет юрист, у которого слабое мнение, он не выиграет ничего. То есть, в законах всегда есть много, очень много места для вариативного трактовки тех или иных моментиков, да? Поэтому вот зависит от силы мнения юриста самого, насколько он вообще аргументирует уверенно, понимаете? Вот настолько и будет правда на стороне вот этого более сильного мнения. Поэтому любая экспертная позиция, любая экспертная позиция, будь то это доктор, нутрициолог, психолог, дизайнер, вот кого вообще встанет выбор, да, выбор, кого выбрать вообще? Выбирают тех, кто более уверен в своем мнении, конгруентен, я бы даже сказала, да, уверен плюс согласен внутри сам с собой. То есть, он внутри глубинно стоит на своей стороне, понимаете? На стороне своего мнения. И если вдруг у кого-то из вас не было такого опыта изначально, из детства, когда вас поддерживали, то это можно и исправить, этому можно научиться, это можно скорректировать. И когда, например, встает вопрос вести блог, да, что показывать в блоге? Все говорят, аутентичность, да, то есть себя истинных, себя настоящих. А что есть истинное и настоящее? Это вот она, та сердцевинка, это мое мнение. Как я живу, что я выбираю, что я не выбираю, на что я имею свою точку зрения. Ее должно быть не страшно выражать. На что приходят подписчики? Они приходят на сильное мнение. И даже есть такой инструмент ведения блога. Вот просто знать и понимать, какое твое мнение, и до слюней, как говорится, быть готовым его отстаивать, да. Ну, например, там есть разные, ну, есть, так скажем, да, идея такая, что главное делать действия, да. Не надо прорабатывать ничего, к психологам ходить, вот делать действия и все. И я знаю таких экспертов, которые до слюней это будут доказывать. Я другой эксперт. Я до слюней готова доказывать, что без проработок с головой действия результата не дадут. Вы будете просто ходить по граблям, собирать те же самые шишки себе на лоб. Не пройдете в новый уровень, пока что-то здесь не перевернется. И я до слюней буду доказывать это, понимаете. То есть эксперт – это тот, кто имеет мнение, и он готов его доказывать. Не то, чтобы доказывать, да, вот просто стоять на стороне этого мнения. Доказывать – не очень хорошее слово, да, быть на стороне, на своей стороне. И что дает силу в конкурентной среде? В конкурентной среде даже, может быть, не тот, кто самый идеальный или самый красивый, да. Вот одна девушка тоже мне сказала, вот у меня нет клиентов, потому что у меня блок еще пока не идеальный, как у моих конкурентов, вот, а все ли идут на идеальный блок вообще? И на идеальный ли блок идут? Идут на вот это вот мнение, понимаете. Поэтому везде, где мы говорим про то, что нужно мнение иметь, оно как раз вот является основополагающим. Но наша ментальная матрица, что такое ментальная матрица, вам расскажу. Мы бессознательно все находимся в нейронной такой матрице. Мы все родом от своих папы и мамы, а они от своих родителей, от своих родителей и так далее. То есть мы как будто бы, знаете, состоим вот глубинно, как матрешечки, да, вот энергетически у нас. Матрешка в матрешке, в матрешке в матрешке, и уходит там много-много поколений назад. И вот их менталитет, то, как жили люди, да, их менталитет составляет наше энергоинформационное поле. Мы не отдельно от предков, понимаете, как? На бессознательном уровне мы к ним, мы вложены в их матрешечки. Или они в наши, не знаю, как правильно сказать. Вот, то есть мы вот в этой ментальной матрице бессознательной имеем алгоритмы, которые родились еще раньше нас. Они нам переданы. То есть бессознательно предки передают своим потомкам то, что им помогало выживать. То, что для них было, как такая, знаете, сила выживания, это записывается, как спасательный такой алгоритм, поддерживающий жизнь будущим поколениям. Вот, то есть нам предки передали, по их мнению, самое вообще лучшее, что помогало им выживать. И, например, это молчать, да, не иметь своего мнения, не говорить о нем. Вот просто вспомните, что были те поколения людей, которым просто было, вот если молчит и помалкивает, он выживет. Если кто-то говорит, то он, скорее всего, там, будет лишен, может быть, головы или еще чего-то. Я вообще не помню прямо из детства, как с поддержкой мнения. Но в сознательной юности помню, как мама меня поддерживала. Ну, а с папой мы не жили, с моим папой не жили никогда. Ну, вот смотри, уже этого достаточно, если у тебя не было опыта поддержки папы, а в профессиональной реализации именно поддержка папы важна. Потому что отношение с папой – это равно отношение с людьми, с клиентами, с деньгами, с реализацией, с проявленностью, с тем, как мы строим, ведем продажи, как мы присваиваем профессиональные компетенции. Это папа. Очень хорошо, что у тебя есть уже опыт поддержки мамы. Но вот это вот «бьюсь-бьюсь, а клиентов нет» – это вот этот, знаешь, пробел, да, дистанция с энергетикой папы. Папа не простроен, и уже мнение проседает. Потому что именно когда папа говорит, доченька, ты такая молодец, ты такая вообще там профессиональная, и все, что ты делаешь, у тебя крутые достижения, вот это нас окрыляет. Это дает, усиливает наше мнение, наше состояние. Так вот, да, многие из нас имеют вообще пробел, кстати говоря, с мужской энергией. Я как психотерапевт очень много на сессиях работаю именно с простройкой папы, потому что, ну, по разным случаям, да, кто-то папу не знал вообще, может быть, родился, папа не участвовал, да, никогда в семье не было его. У кого-то папа умер рано, у кого-то, например, папа есть, дедов нет, да, то есть как будто бы нарушение такой вот с мужской линией в целом мы смотрим. А у кого-то мама с папой в разводе, да, и папа не участвовал тоже в семье, в жизни ребенка. И по разным причинам нехватка папы – это уже пробел в мнении. Ну, и в целом социум нас воспитывал молчать, как будто бы сомневаться, да, вот не то, что воспитывал, нам это передано, неуверенность, сомнение, стыд своего мнения, чего-то хочу сказать, и при этом виноватым себя чувствую и прячусь, например, да. Отказываться от своего мнения тоже исторически, смотрите, когда, чтобы выжить, выжить, да, и не лишиться головы условно, было просто необходимо порой отказаться от своего мнения. Ну, как бы, да, в ущерб себя – это предательство к себе, по сути, но оно помогало выжить. Подстраиваться под мнение других. У меня, например, это очень сильный был алгоритм – подстраиваться под мнение других. Бояться критики и осуждения тоже, в том числе я этого боюсь и боялась еще сильнее раньше, сейчас уже намного меньше, но не могу сказать, что еще до конца, потому что у меня папа, вот как раз мой папа – это критика, да, то есть его, в общем, мнение постоянно критичное, очень критичное, ломающее мнение других. И в этом я, ну, росла, можно сказать, да, и вот чтобы научиться выдерживать критику, это, ну, проделана большая работа. Обесценивать себя – это, кстати, по женской истории, да, мы многие здесь женщины-предприниматели, эксперты, и женская линия, она вообще, смотрите, женский род и исторические женщины, много поколений жили, и женская жизнь, ну, вообще жизнь женщины и женщины сама по себе была неценной. И мы тоже тянем на себе вот эти обесценивания женщины. И если даже женщина что-то создает, то, ну, я не могу сказать, что каждая-каждая, но, наверное, 90% из 100 имеют проблему обесценивания себя и того, что они создают. Вот, либо есть другая проблема, вот здесь вот я первый столбик, да, это то, что у нас, как бы, проседание нашего мнения создает, да, но я знаю и другие истории, когда нам достаются алгоритмы, наоборот, доминировать в своем мнении и продавливать других. Ну, например, никого не хочется слушать, игнорировать других, и хочется только настаивать на своем мнении, да, то есть как будто бы такой вот игнор, как доминирование, как желание преобладать, ну, такой, можно сказать, прет как танк в своем мнении, да. Если у человека есть такой алгоритм, то можно на первый взгляд как будто бы обмануться и подумать, что это очень самоуверенный человек, да, как будто бы он сильный, уверенный в себе и так далее. Но я вам так скажу, что вот за этой самоуверенностью стоит неуверенность тоже. По сути, вот этот второй столбик, причина ему – это обесценивание, либо не чувствовать себя ценным вообще в своем мнении. И страшно с этим встретиться, поэтому человек выбирает доминировать, нападать как будто бы на других. Вот, и смотрите, сейчас я расскажу, что всем присутствующим будет подарок. Это будет гайд с вопросами, такой самоанализ, да, вопросы для самоанализа, чтобы еще лучше понять, а что с моим мнением. Вот, этот подарок я отправлю всем, кто присутствует здесь онлайн, только тем присутствующим, кто есть сейчас на эфире. Вот, и сейчас я вам расскажу о своем продукте, который стартует 26 июня, а вы пока подумайте, после того, как сделаю презентацию марафона своего нового. Да, вот Влада, Влада – это девочка из моей команды, она просит, напишите, пожалуйста, в чат все, кто присутствует, прямо имя, фамилию, чтобы мы могли вам потом рассослать подарок. По никам бывает непонятно, да, кто-то вообще зашел просто айфон, и нам непонятно, кто это по имени. Вот, будет здорово, если вы все напишите, пожалуйста, отпишитесь, чтобы мы вам подарочки отправили. Так вот, я сейчас расскажу вам про мой марафон, а после этого, после презентации, я буду делать разборы ваших ситуаций. И разберу человека 2-3, поэтому подумайте, кто хочет, и тоже в чатике обозначьтесь, что вы хотите на разбор. Итак, 26 июня стартует мой марафон, это уже 9 марафон, 9 с ноября месяца, и этот марафон, он будет посвящен работе с всеми проблемами, слабостями в своем мнении. Марафон состоит из пяти модулей, в неделю будет открываться уроки одного модуля, я выбрала неспешный темп, не быстрый, мы не торопимся. Так, Лена будет на разборе, хорошо. Мы не будем торопиться, потому что у нас июнь впереди, и летний месяц, и чтобы у нас не было, да, там только учусь, 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 я вообще сделала лайповый вариант, просто без всякой спешки. Предыдущие мои марафоны, они более такие активные были. Поэтому пять модулей, и я на один модуль по средам буду открывать уроки, которые к этому модулю, и вы неспешно их проходите и пишите мне свои отчеты на обратную связь, тоже в таком комфортном для себя режиме. Вот, поэтому пять недель, которые помогут нам проработать мнение, и, соответственно, очень сильно изменятся результаты в вашем бизнесе. Расскажу вам кратенько про, что будет каждый модуль. Первый модуль такой, можно сказать, диагностический, да, что вообще с моим мнением не так. Как сформировано мнение на подсознательном уровне, будем исследовать его. Кто или что ломает мнение на уровне личности, на уровне родителей. А кроме того, я ищу тот эксперт, который затрагивает еще и родовые кармические слои. Вот, родовой кармический слой непосредственно влияет на нашу нейронную матрицу. Поэтому, если мы там не работаем, то не хватает просто личностно что-то переосмыслить для себя. Обнулять надо прямо вот глубже. И будем реанимировать женскую историю там, где у женщин было долгое время непринятия ценности. Непринятие ценности, а значит, если я не ценна, то женщины ценность свою завоевывают тем, что они как будто бы живут для других. Живут для других, и поэтому я себя как будто ценно чувствую. Но опять же, да, меня нет, а есть только жизнь другими людьми. Мнения снова нет. Второй модуль о чем будет? Возрождаем свое мнение. И здесь мы будем очень глубоко работать с папой и мамой. Через принятие мамы мы будем принимать ценность, собственную ценность, нужность миру, свое место в системе, место в мире. Без этого не будет понимания, что я вообще есть, мое мнение есть. Папа – это уверенность в профессиональных компетенциях. Будем интегрировать и принимать через работу с папой. Здесь такая, знаете, работа глубокая. Достаточно и простраиваем родителей, возрождаем свое мнение. То есть все провалы в мнении будем исцелять. Кроме того, уберем вот эти алгоритмы, что никто не стоит на моей стороне. Ну или прощать тех, кто не стоял на моей стороне. Это такая прям процессуальная, ну такой процесс прям будем проживать, да, чтобы энергетически поставить больше силы на свою сторону. Трудно словами объяснить это, но это будет все в упражнениях сделано. Дальше. Третий модуль будет посвящен теневой силе мнения. То есть смотрите, если у меня нет мнения, ну или там оно слабое, да, то оно слабое как бы в консенсусной реальности слабое, потому что его сила загнана в тень. В тень загнана, почему? Потому что этой силой у меня не было доступа к ней и не было права ей пользоваться. То есть, как правило, те люди, которые не имеют мнения как бы, ну легально, нелегализованное их мнение, то их сила, она загнана в тень. И это получается, что люди с очень сильными, например, претензиями, критикой. Ну, например, если говорить, например, папа мой, да, он такой достаточно критически устроенный человек. И у него много критики. Почему? Потому что у него нет легального права иметь свое мнение. То есть, с одной стороны, у него сила есть, а с другой стороны, эта сила не туда направлена. И вот смотрите, все, у кого не хватает силы на свое сильное мнение такое вот, ну, легальное, мы все имеем какую-то, знаете, там, критику, претензии, обидки, что-то подавленное внутри себя. То есть, да, вот этот весь негатив, оно, это очень мощные эмоции, которые пока что загнаны внутрь. Внутренний критик, вот будем его прорабатывать. Голос внутреннего критика, здесь тоже его нужно сбалансировать, чтобы поменять вообще структуру вашего мнения, поменять, понимаете как? Вот с этим будем работать в третьем модуле. Четвертый модуль очень интересный. Здесь мы уже вступаем в отношения с другими. Я и мнение других. Я и мнение других. И будем простраивать разные алгоритмы, как мы. Акцент на марафоне будет на работе с девушками. Нет, все, это вообще-то мнение, так вам скажу, мнение это по пятой чакре. Пятая чакра, это не имеет пола у нас. Пятая чакра, это личностная реализация. Это то, как я как личность вообще себя проявляю. И мнение, оно не имеет пола. Поэтому здесь как женщинам, так и мужчинам подходит эта тема. Она одинакова для всех простроена. То есть личностно-глубинно мы все устроены на уровне мнения одинаково. Но для девушек отдельно просто вот эта тема обесценивания. Тема женского обесценивания, но вы спрашиваете, просто мы знакомы с молодым человеком. У вас тоже там с женской темой тоже надо будет поработать, потому что есть риск обесценивать женское мнение. Это тоже, ну, нехорошо. Поэтому тема подходит в том числе и вот это с женскими историями тоже для мужчины. Потому что у вас же тоже течет женская энергия. Левая сторона женская, правая сторона мужская. Нам нужно и то, и другое в баланс приводить. Поэтому в этом модуле мы будем говорить о я и другие люди. Как вообще выдерживать мнение других. Выдерживать мнение других. Но при этом, смотрите, быть при сильном мнении, это не означает не быть гибкими. Это тоже отдельный такой момент, что мое мнение сильное, но оно может быть гибким, оно может быть адаптивным. И это не является слабостью, если я гибкость проявляю. То есть это вот в четвертом модуле у нас будут такие практики. И пятый модуль, он тоже очень интересный. Это вообще работа с конфликтами. Многие люди боятся конфликтов. Я как психотерапевт очень много прорабатываю с клиентами, помогаю им проработать именно конфликтные ситуации. Там, где мы попадаем в конфликт, по сути, людям страшно быть в конфликте, потому что там мнение встает под угрозу. Конфликт – это просто, по сути, факт несовпадающих мнений. Но вот в эти несовпадающие мнения людям страшно пойти, потому что есть программа, например, быть правым, или бояться быть неправым или лузером и уйти из конфликта. То есть люди не идут в коммуникацию. Коммуникация в конфликте – это коммуникация, я бы сказала, высшего уровня. Но если мы не решаем эти конфликты, не умеем быть в диалоге в них, то мы уходим на эмоции, на придирки, претензии, агрессии, обидки и так далее. А это все разрушает отношения. Смотрите, там, где вообще есть место отношения, везде есть место проработки мнений. Смотрите, потому что в отношениях люди обмениваются мнениями. А здесь очень много уязвимости. И люди не идут в отношения. Не говоря уже там, мы говорим тут про бизнес, да, а это в том числе и в личной жизни тоже работает. Точно так же. В личной жизни мужчина и женщина – это постоянные тренеры по переговорам друг для друга. Постоянно нужно уметь свое мнение сказать, мнение другого уважать. Да, там, иметь свое мнение и позволять другому иметь мнение. Да, и вот в этой работе, постоянной коммуникационной такой практике, тоже много, много уязвимости есть. Поэтому эта тема, она интересна, да, здесь я ее как бизнес-тему предлагаю, но она и для личных отношений нужна. Насыщенная программа, все модули интересные, да. И еще бонусный модуль, Леночка, еще бонусный модуль. Бонусный урок – как выдерживать конкуренцию и не сливать свое мнение. То есть, по сути, мы здесь простроим, как вообще в конкурентном рынке занять свое место, отстоять свой огородик и при этом не быть вытесненными другими конкурентами. То есть, по сути, это такое, знаете, бизнес-намерение, как мы вообще в этом бизнес-нише, да, в этом поле игроков, как мы себе свое место можем энергетически выстроить, при этом не нападать на других и не сливать себя. Да, вот это у нас будет такой вот модуль бонусный. После всех модулей мы уже сможем вот это сделать. Формат работы – это закрытый телеграм-канал, куда собираются только участники марафона, и там у нас будет два чата, будет чат с заданиями и чат с обратной связью. В этом марафоне обратная связь будет в общем чате даваться. Уроки все в записи, вы смотрите в любое удобное для вас время. Открываются уроки модуля на неделю, то есть все уроки одного модуля в неделю открылись, и вы их потихонечку для себя удобно смотрите. Пять недель занимаемся, и будет дополнительно еще, по-моему, три или четыре недели. Практические задания и упражнения. Моя личная обратная связь. У меня пока нет кураторов. Я все отчеты, всю обратную связь даю только я. И у нас будет в этом марафоне еще групповые созвоны для тарифов 2 и 3. С тарифами я вас познакомлю. Смотрите, вот здесь вот все цены на все тарифы со скидками пока. Скидки действуют до 22 июня. До 22 июня. Поэтому долго не размышляйте. Если хотите, со скидкой, то быстрее. Первый тариф. Первый тариф. Все уроки марафона, естественно, и моя обратная связь в общем чате. Второй тариф. Все уроки, обратная связь и одна групповая встреча. Только для тех, кто пойдет на этот тариф. То есть мы с вами созвонимся отдельно. Я потом скажу, когда уже соберутся групповые в марафон, мы там спланируем, чтобы все могли, кто на этом тарифе, на втором и третьем, чтобы могли спланировать, мы договоримся, чтобы вы могли быть в эфире. И мы сделаем такой вот созвон. Обычно на созвонах я уделяю внимание личным вопросам каждого участника, плюс мы делаем какую-то групповую терапевтическую работу. Трансформационную. И третий тариф. Там все предыдущее, плюс одна моя сессия. То есть одна сессия индивидуальная включена. Поработать лично. По теме марафона, ну, либо те темы, которые будут самыми актуальными. Ну вот, уже есть те, кто уже принял решение идти. Спасибо. Вот. И что будет результатом? Результатом ваше мнение кратно усилится. Однозначно. Вы усилитесь в своем мнении. Просто, конечно, этому есть поле и пространство долгой работы, но результат будет очень заметным. Сильное, гибкое мнение. Вам станет легче проявляться, легче быть уверенными в себе, во взаимодействии с любыми партнерами. Да, клиенты тоже наши партнеры, по сути. Да, если говорить из натальной карты, то дом партнерства, туда же и клиенты относятся психологически. Вот. Это наши партнеры, клиенты, как в личных отношениях, так и в профессиональной сфере. И, по сути, вы обретете навыки, алгоритмы выхода из конфликтных ситуаций, даже не выхода, а, по сути, перехода в диалог. Как перейти в диалог, не уходя в обидку, либо в нападение. Вот. Я считаю, вообще, круто. Крутой. Я когда эту программу составила, я же сама в нее влюбилась. Понимаете? Признак того, что очень что-то здоровское я задумала. Скидки, еще раз, да, действуют до 22 июня. Количество мест ограничено, потому что каждый участник на моем сопровождении. Поэтому здесь я не гонюсь за большим количеством людей. Я гонюсь за качеством. И мне очень важно, чтобы люди, которые проходят у меня обучение, чтобы у них действительно трансформации происходили. Мои марафоны, они глубокие, трансформационные, терапевтические. Очень много личных ответов на эти вопросы. Когда первая встреча? Первая встреча, мы ее запланируем. Встреча будет где-то в середине нашего обучения. Это пять недель. Мы там договоримся, прям сделаем голосование, чтобы всем было удобно. Найдем такое время. В самом начале марафона мы запланируем в серединке нашего обучения такую встречу, чтобы всем было удобно. Так, ну все, смотрите, я рассказала все, что хотела. Старт марафона 26 июня. В следующую среду. В следующую среду откроются уроки первого модуля. Время, времени, такого времени, чтобы все по времени нет, потому что все будет в записи. Все в записи. Просто 26 июня будут открыты уроки первого модуля. Давайте, кто хотел? Там было два участника, которые хотели... А первая девушка айфон сказала, я хочу разбор. Да, ну вот давайте, кто хотел. Это я, Наташа, это Ксюша с то фреймс. А, Ксюша, привет, давай. Привет. Так, как бы мне сделать, чтобы не всех было видно? А я сейчас еще камеру... Давай. Надо их протереть. Та-дам! Ну что, мне не видно пока, да? Я вроде все включила. Ну ладно. Видно, видно, все, я тебя вижу. Видно? Да. Круто. А, вот все, я теперь тоже тебя вижу. Очень интересно. Я тоже иду. Тем более ты мне лично говорила, что мне надо. Мне все надо. Да, у меня, вот ты мой запрос знаешь, он такой же, что вот я бьюсь, бьюсь. А, бьюсь. Устала биться, да. Это мой комментарий. Мне кажется, что ну вы что, все слепые, глупые, что происходит? Все же очевидно. И те, кто приходят, все говорят потрясающе, потрясающе. Мне никто ни разу не сказал, за три месяца четвертый уже идет, что что-то не так. То есть вот это я слышу, это подтверждение меня, оно, конечно, бодрит. Но в деньгах это, к сожалению, никак не выражает. Да, у тебя как раз предназначение вообще двигаться через свое мнение. Вот просто прям двумя ножками стоять на своем мнении, да. Но я там немножко твою историю помню, что у тебя правда были ситуации, где на твоей стороне мало кто стоял из взрослых. Вот, поэтому надо здесь поработать с тем, что... Ну да, наверное, наверное, да. Чтобы попрочнее встать на свою сторону. И тогда ты на своей стороне стоишь. Что-то с интернетом. Что-то с интернетом. Вот, и тогда ты стоишь на своей стороне, и клиенты хотят на твою сторону встать. Понимаешь как? Алло, слышно? Алло, как у других с интернетом? Алло, напишите в чатике, видно, слышно, интернет есть или что случилось? Алло, напишите в чатике. Алло, напишите в чатике. Алло, напишите в чатике. Алло, напишите в чатике. Алло, напишите в чатике.